В день храма в Гайдарах сельчане организовали поистине настоящий праздник. Жители села украсили свои дома и улицы. Под руководством образцовых хозяев дети развесили шары, организовали выставки ремесленных инструментов и старинных национальных предметов. А на следующий день с раннего утра, как и полагается в храмовый праздник, сельчане собрались на торжественное богослужение в Свято-Успенской церкви. В завершении литургии прихожан поздравил Когульский и Камрадский епископ Анатолий. У меня есть награда, наша епархиальная медаль в честь святого великомученика Георгия Победоносца. Я думаю, что жизнь отца Ильи, это вся жизнь у него была борьба. У каждого священника жизнь это борьба. И отец Илья, как всегда, одерживал победы в этой борьбе. Так пусть святой великомученик Георгий Победоносец поможет ему и в дальнейшем одержать те победы, которые нужны ему, как настоятелю, которые нужны вам, как его посомок, и которые нужны всей церкви. Ибо победа над грехом, победа над злом – это наша общая церковная победа. В честь праздника и за многолетнюю службу в Православной Церкви в этот день священнику приходского храма Илье Узуну было присвоено звание почетного гражданина Гагаузии. Это первый случай в автономии, когда таким званием был удостоен священнослужитель. Владыка сегодня сказал, что ваш храм стал как жемчужина. Сердцевина этой жемчужины – это отец Илья, отец Николай, которые вместе с вами смогли создать эту жемчужину. К многочисленным, их перечислять можно долго, наградам отца Ильи, который заслужил за свою службу более чем 50 лет, добавляется еще одна награда. Это светская награда. У него духовных наград много. Светская награда, я своим указом подписал его. Он становится первым священником в Гагаузии, который удостоен почетного звания, почетный гражданин Гагаузии. И сегодня, с вашего позволения, я вручу ему эту награду. И еще есть одна награда – это почетная грамота Башкана и Народного собрания Илья Гагаузии отцу Николаю. Такой хороший, добрый тандем. Так, как они работают, это действительно, Владыка, вы абсолютно правильно сказали, это пример для подражания всей Гагаузии. Ко дню Успения Божьей Матери жители Гайдар готовятся всем селом. Поздравляют и чтят своих долгожителей. Поздравляют и чтят своих долгожителей. Конкурсы, выставки, познавательные викторины и спортивные состязания проводят прямо на улице. Активно участвуют в них и дети, и взрослые. Они охотно вспоминают свои традиции, обычаи, восстанавливают в памяти культуру и быт своих предков. По старинному обычаю в этот храмовый день своих гостей и просто проезжающих сельчане встречают на краю села хлебом и солью. Это знак уважения к тем, кто прибыл поздравить жителей села с этим праздником. Одними из многочисленных гостей села стали жители молдавского села, приехавшие по приглашению примара Гайдар. Уважаемые гости, мы вас приветствуем на Гайдарской земле. Село Гайдар – это самое знаменитое село в Гагаузии. По-моему, даже в Молдове самое знаменитое. Такой слоник я не знаю. Вечером праздник села Гайдара продолжился народными гуляниями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова